Внимание, внимание! Исторический момент в нашей студии. Практически начинается новое путешествие с сумкой. Можно сказать, со всеми ложки, вилки, сменные вещи. К нам пришел в студию путешественник-ютюбер. Смахнул микрофон, размахивая руками. Дурной Том. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Дурной Том – это название YouTube-канала, где можно просто прогулить и сразу же найти канал с записями путешествий. И, я понимаю, новое путешествие нам предстоит. Нам предстоит, я говорю, нам, но на самом деле мы-то останемся здесь, а вы поедете. Добрый день! Здравствуйте! Да, добрый день! Во-первых, позвольте поздороваться с вашими зрителями, ой, точнее, с вашими зрителями и слушателями. Всем привет! Приветствую вас во вторник. Довольно тяжелый день, кстати. Почему последний день зимы и уже не понедельник? Мне все время казалось, что вторник – это самый сложный день, но в моем случае он еще и физически тяжелый, потому что у меня с собой, как вы сказали, рюкзак довольно тяжелый, и на самом деле это непривычно таскать довольно тяжелый рюкзак каждый день. Ну, что поделать? Так вот, я в путешествии, да, постоянно путешествия. Уже от выгод, это же когда было. Когда? Месяца два? Нет, уже далеко. Ну, практически. Три месяца не таскал рюкзак, ну, все. Как пора заново привыкать? Пора отправиться в путешествие, потому что, ну, вот, как нам рассказывали, просто отправиться куда-то далеко-далеко, ткнул пальцем на карте. Ну, то есть, вот, ты решил, человек, сидя в Риге, доехать до Австралии? Это было все, на самом деле, спонтанно, потому что я познакомился с некоторыми путешественниками, которые меня вдохновили на то, чтобы вот собрать вещи и отправиться вот в далекие страны, экзотику, посмотреть что-то то, точнее, посмотреть то, что я видел. Это же безумно дорого. Вот, в том-то и дело, что мне показали на своем примере, как можно путешествовать, имея буквально вот 5 евро в кармане. Я не мог в это поверить, поэтому я решил, надо попробовать самому, потому что пока сам не попробуешь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В моем случае, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Ну, реально, вот как это все происходит? То есть, как это работает? 5 евро в кармане, и что дальше? Где остановиться на ночлег? Как найти еду? Ну, и вообще просто передвигаться. Да, вообще, где брать деньги? Да, я понимаю ваш вопрос, потому что многие спрашивают то же самое, но вот я на своем примере показываю, как это сделать, потому что для этого я снимаю свой YouTube-канал, чтобы показать людям, поделиться вот такой информацией, как можно путешествовать, не имея даже тысячи евро, даже не имея 100 евро, можно отправиться. Возвращаясь к тому вопросу, вы спросили, почему Австралия? Получилось так, что я посмотрел, какая самая дальняя точка у нас, вот здесь Латвия, здесь Австралия, и куда можно доехать вообще, как можно дальше. И самая дальняя точка у меня получилась Сингапур. А от Сингапура есть еще другие возможности, помимо, вот я ездил автостопом, но есть и другие возможности, как можно путешествовать. В Сингапуре автостоп заканчивается в силу географических причин, дальше море. Дальше лодка-стоп, вот подвезете? Именно так вот, я и хотел это попробовать, это довольно интересно. Что касается моего бюджета, то у меня бюджет был на визы, потому что мне нужны, так как я из Латвии, мне нужны были визы в Россию, визу в Китай. На тот момент граница была открыта, поэтому визу можно было сделать. И я взял с собой 5 евро, немножко еды с собой, какие-то вещи, спальники и так далее. Оставаться на ночь, путешествие и все остальное, это такое приключение, когда ты не знаешь, как закончится твой сегодняшний день. То есть ты отправляешься в путь, и ты не знаешь даже буквально, что будет через час. Возможно, ты будешь стоять также на трассе, возможно, через пару часов ты уже будешь в соседнем городе радостный, и тебя примут какие-то люди с улицы даже, как у меня бывало в Казахстане. Люди просто проходили мимо и спрашивали, о, салам алейкум, вы откуда, вы гости в нашем городе, позвольте вас угостить обедом, завтраком или ужином. То есть это же бывало. Ну хорошо, ну так вот, просто автостоп в надежде на добрых людей, а по дороге как-то чем-то перебиваться случайными заработками, не знаю, останавливаться на какое-то время. Что приходилось делать? Как приходилось зарабатывать? Да. В основном деньги нужны для того, чтобы приобрести что-то для того, чтобы продолжить свое путешествие. Например, еду, она нужна, как правило, каждый день. Да, она нужна каждый день, правильно. Но получалось так, что изо дня в день мне получалось как-то перебиться едой. Вот в основном это помогали люди. Что касается, допустим, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, люди угощали с удовольствием любой почти водитель, кто останавливал, кто помогал. Я ему сразу говорю, я путешественник без денег, я, к сожалению, вам ничем, вот финансово вас поддержать не могу, но не могли бы вы мне помочь, выручить меня, так скажем. И люди с удовольствием шли навстречу. А после того, как я им рассказывал, что я проехал там десятки тысяч километров автостопом, и я вот здесь стою на морозе, там, минус 20 на трассе, и люди такие молча просто останавливались и покупали мне, допустим, чай. Местные, допустим, буурсаки, это что-то вроде вот как булочки. Покупали, угощали, спрашивали, а пробовали вы какое-нибудь блюдо, допустим, бешбармак, что обозначает пять пальцев на казахском языке, и спрашивали, пробовали вы такое местное блюдо. Я говорю, нет, все, молча едем, угощают и так далее. И получается так, что вот постоянно кто-то кормил, подкармливал и так далее, то есть без помощи извне я бы, наверное, прожил бы буквально один день, мне кажется. Окей, хорошо, это вот в Казахстане, Узбекистане можно договориться с людьми, там, поговорить, они понимают русский. Условно говоря, в других странах, Китай, Сингапур. Монголия, да. Как Монголию пересекли? Я в Монголии не был, к сожалению, потому что это одна из самых дорогих виз, и у меня по бюджету не получалось, поэтому я решил обогнуть Монголию и поехать сразу через Китай, вот на юг, юго-восточную Азию. Ну а в Китае как изъясняться, на языке жестов или что? Вот в Китае было очень сложно, потому что я использую переводчик, к счастью, современные технологии нам позволяют общаться практически с кем угодно, использую переводчик в телефоне, но нюанс в том, что, допустим, тот же Китай, он разделен на многие регионы, и в разных регионах разговаривают на разных языках. И я показывал даже через переводчик китайский, мандаринский, то есть я разные языки им показывал, на которых они могли общаться, и они пытались читать оба языка, и они не понимали вообще, что происходит. И поэтому в Китае было очень сложно, иногда даже тратил больше времени на общение, на объяснение водителю, как и куда я хочу доехать, и почему я вообще нахожусь на трассе. Бывали даже случаи, когда нас останавливала полиция на трассе, нам подъезжал дядя на велосипеде, и говорил, проследуйте за мной, он показывал жестом. Мы проследовали, и мы думали, все, сейчас штраф, и, возможно, даже депортация, потому что Китай все-таки довольно строго относится к своей безопасности. И получается, что в итоге нас накормили, напоили, нам даже купили билет на автобус, потому что они не могли позволить нам уехать с этого места. А в транспорте, возвращаясь к тому, как зарабатывать в путешествии, есть такое понятие, как баскинг, баскинг – это любое представление на улице, за которым артист может попросить, так скажем, какие-то пожертвования. В моем случае я рисовал, хотя у меня не было никакого опыта рисования, я продавал. Как художник художника, вы рисовать умеете, да? Свободный художник. Ну вот, я рисовал, я продавал фотографии своего путешествия, и это не то, что продажи, это скорее я как бы раздариваю людям, и если у вас есть такая возможность поддержать меня, я с удовольствием приму такую возможность в виде даже еды, почему нет? В какой-то момент местоимение «я» сменилось на местоимение «мы». Да, потому что я был не один в этом путешествии, со мной была попутчица, девушка, которая решила отправиться вместе со мной, потому что и мне интереснее ехать ни одному, не сойдешь с ума, пока стоишь на трассе. Ну да, и лишняя ответственность. Лишняя ответственность, да. Может быть, девушку охотнее становятся подвести. Это всякое. А у меня сразу вопрос. Хорошо, он учился рисовать по ходу дела. Учился, я вижу, здесь у нас стоят тоже два смартфона, на которые ведется съемка на столе. Вот каким образом для тех, кто сейчас только подключился, Дурной Том, вот это YouTube-канал нашего латвийского путешественника, который может рассказать очень много о способах путешествия без денег. Как удавалось снимать? То есть, вот был ли опыт вообще съемок для того, чтобы потом снять, смонтировать, что снимать, каким образом снимать, с руки, со штатива? Как это все происходило? Вот это был мой первый опыт вообще держать, так скажем, камеру в руках именно для съемки самого себя, потому что я не снимаю даже селфи, у меня нет каких-то социальных сетей, в которые я выкладываю каждый день. Поэтому это был довольно такой тяжелый опыт для меня поначалу, потому что я не знал, что хочет увидеть телезритель. Я имею в виду зритель, что хочет увидеть, что он хочет услышать, поэтому мне надо было самому обучаться, понимать вообще, что у меня получается. Поэтому я периодически пересматривал свой отснятый материал для того, чтобы понять. Я снимал телефонами, у меня было два телефона, но, к сожалению, я немножко не подумал на будущее, что рано или поздно память начнет заканчиваться, поэтому часть моего путешествия, к сожалению, пропала, и мне пришлось накладывать голос поверх видео. И для того, чтобы получился хоть какой-то вот такой консистентный, наверное, консистентный, наверное, вот какой-то вот материал. Ну а как вот с двух рук снимать вообще, с двух точек? Как придумать, что снимать, что будет интересно зрителю? В основном съемка идет с одного телефона, потому что обычно во второй руке находится что-то другое, допустим, бутылка воды или там сумка или еще что-нибудь. А что снимать? Я снимаю лишь то, что мне интересно самому, потому что мне нравится изучать мир, мне нравится смотреть на новые вещи, я хочу поделиться тем же самым со своим зрителем, показать что-то новенькое, что нельзя увидеть, сидя дома, в повседневной жизни, вот у нас у каждого своя рутина, и мы не знаем, что находится за пределами нашей рутины. Поэтому все, что новое, все, что интересное, я с удовольствием показываю. И вот новое путешествие, которое начинается прямо сегодня, прямо из студии «Радио Балком» куда? Да, у меня с собой рюкзак. Я собрал какие-то необходимые вещи, учитывая свой предыдущий опыт, и сейчас я отправляюсь в Литву. У меня уже есть знакомые, которые меня там будут принимать несколько дней, после этого в Польше, у меня тоже есть там уже знакомые. После этого я еду в Вену, потому что, если вы видели, у меня с вещами еще находится коробка, что в ней находится, я расскажу чуть-чуть позже своим зрителям. А после этого у меня как бы… Ну, нашему-то сейчас можно. Вашему… ну, в общем, там подарок одному из моих друзей, но что там именно, я покажу уже чуть позже. Это уже интриган. Ну, вот, а дальше у меня есть несколько вариантов, куда отправляться. Либо я еду на восток, либо на запад. Если я еду на запад, то это Португалия, Испания. И, возможно, даже вернусь в сторону… Точнее, я опущусь до Африки, и через Африку проеду, по Северной Африке проеду в сторону, получается, Афганистана. Либо через Турцию в сторону Афганистана. Но нюанс в том, что визы довольно дорогие, поэтому я пока еще не знаю, смогу ли я себе позволить такое путешествие именно за счет цены виз. Это самый дорогой расход. Насколько… ну, вот мы все время слышим, что люди, добрые люди подобрали, обогрели. Насколько мир вот является опасным или безопасным местом? Насколько дружелюбные вот люди? Нет ли такого негативного опыта, наоборот, вот что-то… каких-то опасных вещей, что лучше не делать и куда лучше не соваться? Лучше не ссываться туда, чего не знаешь, лучше не говорить то, что не знаешь, лучше не трогать то, что не знаешь. Но очень много хороших людей, добрых, которые сами ищут контакт с тобой, пытаются с тобой подружиться, познакомиться, спрашивают. Поэтому не стоит бояться отправляться куда-то в путешествие за вот какими-то приключениями, потому что они сами тебя найдут. Столько неизвестного в мире, что никогда не знаешь, где подушку постелить. Поэтому бывают случаи, что, допустим, как у меня в Гонконге, когда я не знал физически, куда идти. То есть пошел сильный ливень, у меня не было места, где ночевать. И поэтому мне пришлось ночевать, поставить палатку в джунглях среди просто ядовитых змей, где ползают всякие ползучие гады. И после этого я только узнал, что там очень много живности. Но я до этого, к сожалению, к счастью точнее, я не знал. И поэтому мне пришлось спать всю ночь в мокрой палатке, потому что я не знал, что она пропускает вот тоже воду. Так что, но это опять же, это классное приключение. И это такой опыт, что ты начинаешь немножко думать насчет своего будущего чуть-чуть больше. То есть начался. Кстати, про будущее. Забегая вперед, не начаться, а начать протяженный период. А что дальше-то? Ну, а рано или поздно надоест туда куда-то автоступить? А никогда не знаешь. Я даже не могу ответить, что будет буквально даже, наверное, через две недели, когда я доберусь до Вены, и что будет после Вены. Так что я стараюсь, пока не планируюсь, я стараюсь импровизировать, потому что никогда не знаешь, кого ты встретишь. Потому что бывает такое, на своем пути я встречаю людей, и, казалось бы, я договариваюсь, можно ли у вас переночевать на ночь. И в итоге это заканчивается тем, что мы проводим там буквально 10 дней с его или ее друзьями вместе. И мне говорят, давай на обратном пути заезжай опять к нам. Я опять заезжаю, мы знакомимся, дружимся там со всякими друзьями, друзьями, друзей. И проводим время. Часто бывает такое, что можешь встретить даже своего попутчика на пути. Потому что я пытался до этого найти своих попутчика, точнее, не своих, а вообще попутчика, с кем отправиться в путь, потому что одному путешествовать – это немножко сложновато психологически, но есть свои плюсы, как вы вот сказали, по поводу ответственности, ее меньше, да. Потому что, допустим, я как парень, я вот первую ночь в Латвии, где я ночевал? Я ночевал в подъезде, я просто зашел в первый попавшийся, практически в первый попавшийся подъезд, положил спальный мешок и спал, в надежде, что меня, кстати, никто не заметит. Ну вот, а что касается через месяц, через два, я пока что не знаю, я не могу вам ответить. Есть ли планы, я не знаю, написать книгу об этих путешествиях, там что-то еще сделать? 21 век, какая книга? Ютуб-каналы. Кстати, что касается Ютуб-канала, какой-то монетизации, это все возможно? Есть определенный интерес к каналу? На данный момент у меня порядка 50 подписчиков, всего лишь я его не раскручиваю даже среди своих друзей, потому что я хочу, чтобы канал был интересен именно тем, кто интересуется тематикой путешествия, а не просто впихнуть, кто поставит лайк и скажет, а, ну хорошо, я потом посмотрю. С одной стороны, хотелось бы, конечно, иметь какое-то количество подписчиков, которых я бы мог бы вдохновить на что-то большее, во-первых, открыть им глаза на мир, точнее, на какую-то часть мира, и, наверное, как-то вдохновить, может быть, на такое же путешествие. Мне кажется, это было бы классно, если бы кто-нибудь из моих зрителей отправился бы в похожее путешествие, хотя бы даже для начала, там, на пару дней. Что больше всего удивило? Подписываемся, да, подписываемся, Ютуб, дурной том. Что больше всего удивило во время этих путешествий? Было ли что-то такое, что стало полной неожиданностью интерес? Неожиданностью сложно сказать, но меня удивила вообще доброта людей. Я честно, были такие моменты, когда я просто практически до слез, когда мне люди помогали, мне помогали настолько, что мне пришлось отказываться, и это было не один раз, такие случаи у меня были периодически, я отказывался, и мне помогали, мне предлагали, люди откладывали даже свои планы для того, чтобы, допустим, отвезти меня из одного города в другой. И, честно говоря, когда ты просто турист в чужой стране, ты не имеешь никаких прав, и тут люди идут тебе настолько навстречу, что это тронуло меня просто за душу, потому что я не ожидал, что есть настолько добрые, отзывчивые люди, это было очень приятно. — Что говорят родные, близкие, знаю, что вы отправляетесь снова в путь, неизвестно куда, неизвестно, что произойдёт? — Желаю от удачи, просто желаю от хорошего пути. — И всё-таки перекрестили давай? — Да, да. — Проведи хорошо время. — Что с собой нужно брать, что должно быть в рюкзаке у человека, который отправляется в такого рода путешествие? — В первую очередь, мне кажется, что нужно избавиться от этой привычной зоны комфорта, потому что каждого из нас окружает зона комфорта, мы привыкаем к определённым вещам, но, к сожалению, мы взять всё с собой не можем, поэтому нужно брать самое-самое-самое необходимое. И в моём случае это спальный мешок, это какая-то, допустим, одежда, которую я могу поменять, это майки, байка, верхняя одежда у нас надета, а то, что у нас в рюкзаке, это, допустим, в основном, это связанное со съёмкой, это телефоны, ноутбук, зарядки, провода и какое-то количество еды, буквально у меня это на орешке, но здесь, путешествие по Европе, в любой момент можно зайти в магазин и купить, то есть самое необходимое. И самое главное – это термобельё, которое спасает даже в тёплых странах, экзотических, в субтропиках, и порой даже в тропиках термобельё – это просто must-have. — А что касается каких-то… — Кружки, фляжки, например. — Не то, что кружки, фляжки, то, что больше всего износят носки, обувь, в конце концов? — Обувь у меня только та, которая у меня на ногах. — Одна пара? — Да, на данный момент это одна пара. Когда я отправляюсь уже куда-то южнее, я стараюсь периодически либо иметь ещё одну пару, допустим, каких-то босоножек или какой-то лёгкой обуви, которую я могу менять день через день, либо вообще ходить только в лёгкой, легко проветриваемой обуви, чтобы, ну, сами понимаете, что касается ножей, вилок, ложек и так далее, у меня только одна металлическая кружка, в которую я могу разогреть еду на костре, точнее, либо приготовить, либо разогреть. То, чем я стараюсь… То, чем точнее я хочу заняться где-нибудь, когда уже отправлюсь немножко южнее, я буду жить по-дикому хотя бы пару дней и попробовать приготовить что-то вот на кухне. А ножи… Допустим, что касается ножей, их опасно брать, потому что на границе их могут отобрать, и могут даже быть проблемы, как у меня было в Китае, когда я пересекал границу с Китаем. К сожалению, я не изучил правила ВОЗа, и у меня половину вещей мы их просто отобрали. И причём не объясняя причину, мне просто говорят, к сожалению, мы не можем вас пропустить, забираю часть вещей, поэтому нужно рассчитывать немножко наперёд. Вы упомянули зону комфорта и выход из неё. Что касается элементарной гигиены, тот же самый душ, помыться где зимой? Это всё зависит от того, в какой стране я нахожусь, потому что сейчас я стараюсь планировать свой путь так, чтобы не остаться посереди трассы, не остаться где-то вот в подъезде. Ну, то есть, один день мы можем пережить и без душа, и, ну, в принципе, даже и зубы почистить, можно просто намазать зубную пасту на зубную щётку, почистить и купить где-то бутылочку воды и почистить зубы. То есть, это самый простой уход. Что касается душа, один день можно и перетерпеть, так скажем. Поэтому, ну вот, но я стараюсь рассчитывать свой путь так, чтобы у меня день заканчивался у кого-то дома. То есть, чтобы мой день заканчивался где-то хотя бы под крышей, не на трассе. Если, допустим, до заката остаётся час или два, мне обязательно нужно подумать над тем, где я буду ночевать. Если к этому моменту, к моменту заката я не буду знать, где я буду ночевать, у меня остаётся лишь один вариант, извините. У меня остаётся лишь один вариант – это рассчитывать на случайную встречу, что мне кто-то подойдёт и скажет, но на такое рассчитывать просто нельзя. Поэтому нужно немножко, как бы, иметь опыт и рассчитывать хотя бы за часик. Речь же не идёт о гостиницах, хостелах и прочих. Речь идёт о домах простых людей, которые должны, во-первых, найтись, и, во-вторых, согласиться приютить. Да, про хостелы я не говорю, потому что они не входят в мой бюджет, потому что мой бюджет настолько маленький, что его с трудом хватает даже на еду. Есть отличный вариант. Если честно, я не очень хочу его рекламировать, потому что многие люди его неправноправно используют, то есть используют его не совсем так, как надо бы. Есть один сервис, который позволяет путешественникам оставаться в гостях у других путешественников. И так как я, допустим, помогаю другим путешественникам из других стран, я им провожу экскурсии, я помогаю им как-то освоиться в Риге, таким образом они мне в отместку, так скажем, мстят и показывают свой город. Я провожу с ними время, то есть они уделяют своё время, они дают возможность переночевать, они меня подкармливают, также и души, и всё остальное. Ну, то есть всемирная сеть вот этих вот путешественников, дикарей. Ну, прекрасно, смотрите, вскрыли всемирный заговор. А что же, пора в путь. Пора в путь, здорово, спасибо. Пусть он будет лёгким, интересным, яркие впечатления тоже. Остаёмся на связи. Да, спасибо большое. Можем как запросто выйти в прямой эфир. Об этом мы договоримся уже за этим самым прямым эфиром. Ну что, ютюбер Дурной Том, следим за каналом, удачной дороги. Спасибо вам большое, спасибо за то, что пригласили в студию и дали возможность впервые в жизни дать интервью. С дебютом. Спасибо.